Здравствуйте! Вы смотрите РТВА. Это Новые Итоги. Меня зовут Татьяна Бур. О главных событиях недели расскажу вместе с журналистами РТВА. Крушение Ил-76 под Белгородом. Следователи показали документы погибших пленных в СУ. 27 лет Треповой, 4 года Гиркину. Российские суды вынесли решение по резонансным делам. Владимир Зеленский объявил о защите сограждан на исторически населенных украинцами территориях России. Что это значит? Международный суд ООН потребовал от Израиля предотвратить геноцид в секторе ГАЗа. Боевые действия на юге и севере продолжаются. Израильтяне пытаются вернуться к нормальной жизни на фоне стресса и информационных войн. Как это выглядит и почему это важно? Подробности в репортаже Бориса Штерна для новых итогов из Израиля. Республиканцы готовы объявить Трампа кандидатом в президенты США. Губернатор Техаса объявил о защите южной границы, несмотря на позицию Белого дома. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости принять новую конституцию. Оппоненты власти говорят, что это будет означать полное и безоговорочное признание страной Нагорного Карабаха частью Азербайджана. Подробности рассказывает Артур Хачатрян. В США впервые в истории применили новый способ смертной казни. В России расследуют крушение самолета Ил-76 под Белгородом. По данным Следственного комитета, на борту находились украинские военнопленные. Сбила же его украинская сторона. Киев информацию не подтверждает. С подробностями Алексей Казанников. На этих кадрах работа следователей на месте крушения Ил-76. Впервые за два дня после авиакатастрофы российская сторона предоставляет доказательства того, что на транспортном самолете действительно летели украинские военнопленные. Череп, череп, лицо мужчины, трезуб. Помимо типичных для федеральных СМИ признаков запрещенной в России организации АЗОВ, Следственный комитет демонстрирует документы погибших украинских военнослужащих. Мы понимаем, что и Россия, и Украина проводят отдельные расследования инцидента. И Украина призывает к международному расследованию. Организация Объединенных Наций не в состоянии проверить эти сообщения или обстоятельства катастрофы. Ясно, что инцидент произошел в контексте вторжения России в Украину и продолжающейся войны. Накануне в Нью-Йорке состоялось экстренное заседание Совбеза ООН, собранное по просьбе России по факту крушения ИЛ-76. Там стороны не предоставили никаких доказательств, лишь обменялись взаимными обвинениями. Все имеющиеся у нас сегодня данные указывают на то, что мы имеем дело с преднамеренным, продуманным преступлением. Руководство Украины прекрасно знало о маршруте и способе транспортировки солдат к месту заранее согласованного обмена. Он должен был состояться вчера, 24 января, во второй половине дня. Это уже не первая подобная операция, однако на сей раз киевский режим по каким-то необъяснимым любому здравомыслящему человеку причинам решил ее сорвать, причем самым варварским способом. Напомню, что согласно правилам боевых действий, военно-транспортная авиация Вооруженных сил Российской Федерации является законной военной целью. Украину не проинформировали о количестве транспортных средств, маршрутах и средствах перевозки пленных. Уже только это одно может представлять собой преднамеренные действия России, которые ставят под угрозу жизнь и безопасность пленных. Посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне боевых действий создает опасность для всего процесса обмена. Даже про 30-километровую зону очень спорно. Военно-транспортный ИЛ-76 упал 24 января в 50 километрах от Белгорода, рядом с селом Яблонова, от которого по прямой до границы с Украиной не меньше 45 километров. На месте крушения следователи накануне обнаружили два черных ящика. Бортовые самописцы сегодня доставили в Москву. Специалисты уже их расшифровывают. В следственном комитете заявили также, что установили место, где располагалось зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен ИЛ-76, село Лепцы Харьковской области. Впрочем, об этом спустя несколько часов после авиакатастрофы заявили и в Министерстве обороны России. Поражение самолета осуществлено вооруженными силами Украины из района населенного пункта Лепцы Харьковской области с применением зенитно-ракетного комплекса. Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет. Если радиолокационные средства зафиксировали пуски ракет, почему тогда не сработала российская система ПВО? Это один из множества вопросов, помимо очевидного затягивания с предоставлением доказательств. Зато первые обвинения в адрес Украины довольно уверенно прозвучали меньше, чем через час после авиакатастрофы. В Госдуме в тот день рассматривали закон о конфискации имущества за дисквитацию российских вооруженных сил. У депутатов не было и тени сомнений. Своих солдат расстреляли в воздухе. Своих. Там их матери ждали. Жены ждали. Дети ждали. Вышли на решение. Пилотов наших военно-транспортного самолета, которые осуществляли гуманитарную миссию, расстреляли беззащитных ракетами американскими, немецкими. Впрочем, к украинской стороне вопросов еще больше. Поначалу в Киеве инцидент почти не комментировали. Спустя несколько часов после авиакатастрофы в главном управлении разведки заявили, что будут и дальше уничтожать любые средства доставки на Белгородско-Харьковском направлении. Спустя несколько минут сообщили, что не располагают информации, были ли на борту УИЛ-76 украинские военнослужащие. Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных. Известно, что доставка пленных происходит как авиационным, так и железнодорожным и автомобильным транспортом. Это может свидетельствовать об умышленных действиях России, направленные на создание угрозы жизни и безопасности пленных. Версии о том, что УИЛ-76 доставлял не пленных, а ракеты, в Киеве придерживались все эти два дня. Даже глава государства Владимир Селенский, выступивший только на следующий день, ни слова не сказал о 65 военнослужащих ВСУ на борту. Необходимо установить все четкие факты, настолько, насколько это возможно, учитывая, что падение самолета произошло на российской территории, вне нашего контроля. Факты – это главное слово сейчас. Заслушал главкома и генштаб относительно применения воздушных сил. ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных. Служба безопасности расследует все обстоятельства. И я дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров о имеющихся данных об Украине. Наше государство будет настаивать на международном расследовании. Международное расследование в такой ситуации практически невозможно. Однако позиция, что бойцов ВСУ на борту не было, но при этом убийство военнопленных является провокацией Москвы с целью сорвать обмен, очень неоднозначная. Впрочем, накануне Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев войны. Российский лидер Владимир Путин сегодня заявил, что обнаруженные на месте падения следствия поражения указывают на иностранную систему ПВО. Скорее всего, это системы патриоты американские, либо европейские системы ПВО, скорее всего, французские. Но через пару-тройку дней будет точный ответ дан. По информации российского Минобороны, военно-транспортный ИЛ-76 с московского аэродрома Чкаловский летел на аэродром Белгороде. На его борту были 65 украинских военнопленных. Их должны были обменять в уже стандартном месте. На пункте пропуска Колотиловка на границе с Сумской областью крушения лайнер потерпел рядом с селом Яблонова. Он сначала вот там, где церковь летел, плен пошел, уже горел. И потом уже туда пролетел и там попал. То есть он уже в воздухе горел? Как лип был. Да, он в воздухе горел. Вместе с военнопленными ВСУ на борту ИЛ-76 находились трое сопровождающих российские солдаты и шесть членов экипажа. Все они, по информации Минобороны, погибли. В часовне знамения Пресвятой Божьей Матери в селе Яблонова накануне прошла панифида по усохшим. По словам очевидцев, горящий ИЛ-76 пилоты сумели увезти от жилых домов и храма. Самолет в итоге упал в поле. Мы скорбим и мы благодарим наших летчиков, потому что нам сказали, что, на всей видимости, они падали на село и они смогли отвезти с одной своей жизнью. Отвезти самолет, потому что, если бы они не отвели, скорее всего, он мог упасть на храм, на школу, где дети, детский садик. В Киеве, где до сих пор родным и близким, не подтвердили, были ли их родственники. На борту ИЛ-76 сегодня проходит митинг. Жители пытаются добиться от Банкова и от Министерства обороны хоть какой-то информации. Ответа нет до сих пор. Теперь, если авиакатастрофа ИЛ-76 и не поставит крест на обмене пленными между Москвой и Киевом, то точно затруднит этот и без того тяжелый процесс. А это выразится, как минимум, в еще больших сроках ожидания своих родных и близких по обе стороны фронта. Алексей Казанников, Антон Сухоруков, РТВА. 27 лет колонии получила обвиняемая в гибели военкора Владлена Татарского Дарья Трепова. Суд в Петербурге вынес приговор по трем статьям. Совершение теракта, незаконный оборот взрывных устройств и подделка документов. Свою вину Трепова признала частично, только в подделке документов. Наверное, это самый жестокий приговор в отношении женщины в России за всю историю современного права судья. На мой взгляд, этого не было никаких оснований, даже если гипотетически предположить, что Дарья виновна в том, в чем ее обвиняют. Хотя мы с этим не соглашались. Последовательно свою позицию предлагали в ходе предварительного расследования, в ходе судебного следствия, в ходе судебных предников, последнего слова. Вы все это могли слышать, видеть. На мой взгляд, как я уже раньше сообщал, что те, кто на регулярной основе посещали эти процессы, у них у всех, на мой взгляд, как минимум, закралось зерно сомнений в основности видны Дарья Трепова. Взрыв, в ходе которого погиб Владлен Татарский, произошел в начале апреля прошлого года. По версии следствия, Трепова по заданию из Украины принесла замаскированную по статуэтку самодельную взрывчатку в кафе, где был военкор. Пострадали более 50 человек. Как рассказывала на суде сама обвиняемая, она думала, что в статуэтке был только микрофон и убивать никого не собиралась, поскольку считает, что насилие порождает насилие. Трепова также попросила прощения у потерпевших. По данным следователей, в организации убийства участвовали бывший член запрещенной в России национал большевистской партии Роман Попков и гражданин Украины Юрий Денисов. Суд в Москве приговорил к четырем годам колонии бывшего сотрудника ФСБ и одного из идеологов «Русской весны» Игоря Стрелкова-Гиркина. Его признали виновным в призывах к экстремизму за посты в Телеграме. Подробности в сюжете Дмитрия Лобанова. Человек, который нажал на спусковой крючок войны в далеком 2014 году. Человек, виновный в крушении малазийского Боинга. И, наконец, человек, который сначала полномасштабных боевых действий в Украине, не переставая, критиковал российские власти и Минобороны. Игорь Гиркин, он же Стрелков. Приговор четыре года колонии общего режима. На 11 месяцев меньше того, что запрашивала прокуратура. Своё решение судья зачитывала чуть больше минуты. В конце Гиркин лишь сказал, цитата, «Служу России». Сразу после этого перед журналистами и его сторонниками выступили адвокаты и супруга. Сторона защиты с приговором не согласна. Считает его незаконным, несправедливым и подлежащим отмене. После ознакомления с протоколом судебного заседания и с текстом приговора, на данный приговор будет подана апелляционная жалоба, в которой сторона защиты будет просить приговор отменить. Никаких призывов к экстремистской деятельности в его посте не имелось. И мотивов таких не было. Обвинение абсолютно абсурда. Мой муж – герой русской весны, мой муж – патриот своей страны. И то, что сейчас делает власть, это просто сцензурных слов нет для того, чтобы высказаться. Свободу Стрелкову! Свободу Стрелкову! Свободу Стрелкову! Свободу Стрелкову! Позор власть! Напомню, Игоря Гиркина задержали летом прошлого года. Уголовное дело возбудили из-за его постов в Телеграме. В них речь шла о крымской проблематике и вопросе про безобразие, если не выплачиваются денежные довольствия. Сотрудники ФСБ увидели там призывы к экстремизму. Гиркина отправили в СИЗО, хотя сам он настаивал на домашнем аресте из-за состояния здоровья. Сам процесс проходил в закрытом режиме. Поддержать военного пенсионера и создателя так называемого клуба рассерженных патриотов к зданию Мосгорсуда пришли несколько десятков человек. Как минимум троих, вставших в одиночные пикеты, задержала полиция. Что самое, конечно, чудовищное, что это происходит во время большой войны, войны, которая для нас имеет экзистенциальное значение. И в тюрьму кинули человека, который был очень важным символом для нашей войны и для нашей победы. И, конечно, такое действие – это подрывные действия по отношению к нашей стране. Стрелков Игорь Иванович – единственный наш лидер. Который способен возглавить период очень сложной для нашей страны своего государства. Вывести его из кризиса. Организовать, извините, народонаселение в народ. Суд считаю фарсом. Грош на такому суду – это просто насмешка над правосудием. В прошлом офицер ФСБ Игорь Гиркин еще в 2014-м принимал участие в событиях в Крыму и на Донбассе. Там он даже занимал пост министра обороны, самопровозглашенной ДНР. Я не буду оценивать перспективы, поскольку не все оперативные моменты есть. Я могу сказать только одно, что противник бросает в бой все, что только можно для того, чтобы завершить окружение группировки ополчения под Донецкой. При этом именно Гиркина суд в Гааге признал виновным в крушении малазийского «Боинга» 8 лет назад. Тогда, 17 июля, во Вконтакте он написал о сбитом Ан-26 украинских ВВС. Позже это сообщение удалили. Якобы военный транспортник оказался пассажирским самолетом. Погибли 298 человек. Расследование катастрофы шло больше 7 лет. Суд установил, что «Боинг-777» сбили ракетой ЗРК «Бук» с подконтрольной сепаратистом территории. В ноябре 2022 Гиркина и еще двух человек заочно приговорили их к пожизненному заключению. Суд считает, что все указывает на то, что ракета «Бук» была запущена преднамеренно. Но при этом подсудимые считали, что это военный самолет, а не пассажирский. Следовательно, это должно было быть сделано по ошибке. Однако такая ошибка не умаляет преднамеренного умысла. Здесь важно, что обвиняемые не обладают боевым иммунитетом. И поэтому имеют не больше прав стрелять в любой самолет, чем любой другой гражданин, даже в военный. Новую жизнь в его фигуру вдохнула специальная военная операция. Гиркин боевые действия в целом поддержал, однако активно высказывался против действующих российских властей, и требуя от них более решительных и эффективных действий на поле боя. Но только бороться с экстремистами, только надеяться, что путем антитеррористических и различных профилактических мер удастся стабилизировать ситуацию в ходе тяжелой войны, ну, на мой взгляд, необоснованно. Помимо прочего, суд учел время, проведенное Игорем Гиркиным, в СИЗО. Один день под арестом будет считаться за полтора. А это значит, что на свободу, в теории, он сможет выйти уже в 2027 году. Дмитрий Лобанов, Андрей Колосов, Сергей Петушков и Антон Цыпин. РТВАЙ. Президент Украины взбудоражил общественность сразу двумя указами. Владимир Зеленский поручил парламенту подготовить законопроект о множественном гражданстве. Сейчас это запрещено. А также объявил о защите сограждан на исторически населенных украинцами территориях России. Так формулировка звучит в документе. Политики посчитали инициативы троллингом, а в Кремле назвали их глупостью. Эксперты же с интересом начали изучать содержимое указов. Все подробности в материале РТВА из Киева. Президент Зеленский поздравляет страну с Днем Соборности на Софийской площади. 105 лет назад, 22 января, на этом месте Украинская Народная Республика и Западно-Украинская Народная Республика подписали акт объединения в одно государство. Половину своей речи Владимир Зеленский посвятил новым указам. Говорит, их цель – объединить украинцев по всему миру, несмотря на границы и расстояния. Мы должны сегодня делать не только шаги для укрепления Соборности Украины и нашего народа, но и действия ради Соборности прав и свобод, правды об украинцах, правды о нас и правды о нашей истории. Ради этой цели сегодня мной подписан указ об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации. Это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего. Указ, о котором говорит президент, – это документ на полторы страницы текста. Призыв к России соблюдать международное право, львиная часть, поручение исполнительной власти и госинститутам. Ключевые слова – сделать так, чтобы Москва обеспечила права украинцев получать образование и говорить на родном языке в ряде своих областей. План должен разработать Кабмин и подать Совету национальной безопасности и обороны. Пройдет время. Я уверен, много людей будут гордиться, что их корни в Украине. Речь о людях на территории России. Не хочу раскрывать гостайну. Там очень много людей, которые нам помогают. В документе указаны 10 российских регионов, которые граничат с территорией Украины от Брянска и до Кубани через Таганрогский залив. По словам украинских историков, об этих землях шла речь еще в начале создания границ Советского Союза. Мерзкие коммунисты. Украинские коммунисты в 20-х годах просили отдать Белгород Харьковской области, потому что он связан этнически, культурно и экономически с Харьковом. Речь о территориях, где украинцы не только компактно проживали, но там было украинское государство, Детьманат, войско Запорожское. Это территория и почти всей Брянской области. Существовал Стародубский казацкий полк. В других областях существовали Слободские казацкие полки. В то же время историки отмечают, что Зеленский забыл о дальневосточных территориях России. Их в Украине называют «зеленым клином». Туда, начиная со второй половины 19 века, сослали свыше 300 тысяч человек. Пионером в обеспечении правотнических украинцев на территории России в 2019-м стал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. Пять лет назад в парламенте он создал межфракционное объединение «Кубань». Тогда 13 его членов целью работы считали вернуть украинцев домой. Даже в Украине многие не понимали. Но, как вы видите, в 2024 году уже на официальном уровне президент Украины своим указом говорит о Кубани, о исторически населенной украинцами территории. И это правильно. Нужно восстанавливать историческую справедливость и нужно не стесняться в таких вопросах совершенно. В Кремле назвали территориальными претензиями указ Владимира Зеленского об украинцах в России. Самые резкие комментарии традиционно опубликовал Дмитрий Медведев. Если коротко, по его словам, никаких украинцев не существует, все они этнические русские. В Киеве отмечают, что документ – это не притязание на чужие земли. В нем прямо сказано – украинцами населены территории России. Мы не претендуем на то, чтобы Кубань, Воронеж или чего другое перешло в границы Украины. Мы хотим обеспечить права и свободы украинских этнических граждан, которые проживали там с покон веков. Обозреватели считают указы неким хулиганским жестом со стороны украинского президента. Продолжается наступление российских войск на юге и востоке страны и нет признаков его завершения. В январе Владимир Путин впервые употребил термин «территориальные завоевания», описывая ход боевых действий. Он был бы хорош в марте 2014 года. А так получается такой троллинг, причем троллинг, откровенно говоря, с позиции слабого. Путинских амбиций относительно защиты русскоязычных и так далее. Неизвестно, какие территории могут быть потеряны еще. Не только 20% неконтролируемых. Эта цифра может увеличиться. Политтехнологи считают, что эта инициатива Зеленского может быть полезной. По крайней мере, как инструмент внешней политики. Если отбросить версию исключительно троллинга этого указа, как троллинг Путина, он важен с точки зрения того, что он создает юридические предпосылки для сбора важной информации, которая будет анализироваться на протяжении длительного периода времени, а потом она может лечь в основу как серьезных исторических трудов научных, так она может лечь в основу серьезных докладов, которые впоследствии будут озвучены с значимых международных трибун. Часто шаги и громкие инициативы команды главы государства являются отвлечением внимания общества от чего-то другого. Обозреватели считают, сейчас похоже на то. Президент выступает за рук и инициативы, это мобилизует его сторонников. И да, если отмечают и падение рейтинга Владимира Зеленского, то из-за электоральной катастрофы еще есть куда падать. То есть ему есть за что побороться, он должен мобилизовывать своих сторонников. В отличие от, допустим, слуги народа, который превратился в живой политический труп. Общество с интересом встретило указы президента. Эксперты задаются вопросом, какими практическими шагами поддержать сохранение национальной идентичности украинцев в Российской Федерации. В Москве точно не пойдут навстречу. Кроме того, во втором распоряжении Зеленского о предоставлении гражданства этническим украинцам за границей, прямо сказано, всем, кроме тех, кто проживает на территории России. Максим Плоткин, РТВА, Киев. Международный суд ООН в Гааге потребовал от Израиля принять все меры, чтобы предотвратить геноцид в секторе газа. Судьи постановили, что палестинцы являются группой, подпадающей под защиту конвенции о геноциде. При этом суд не стал обязывать Иерусалим прекратить военную операцию в Анклаве. Кроме того, Израиль должен обеспечить населению сектора газа доступ к гуманитарной помощи. Отчитаться о соблюдении обязательств государство должно через месяц. Решение суда уже прокомментировали в Рамале и Иерусалиме. Судьи Международного суда оценили факты и законы. Они вынесли решение в пользу гуманности и международного права. Мы призываем все государства обеспечить выполнение всех временных мер, выдвинутых судом, в том числе оккупирующий Израиль. Это юридическое обязательство. Как и любая страна, Израиль имеет право на самооборону. Гагский суд справедливо отклонил возмутительное требование лишить нас этого права. Но само утверждение о том, что Израиль совершает геноцид против палестинцев, не просто ложно, оно возмутительно. И готовность суда вообще обсуждать это, это знак позора, который не сотрется в течение многих поколений. Мы ведем справедливую войну и мы будем продолжать ее до полной победы. Иск против Израиля подала ЮАР в конце прошлого года. От Иерусалима требовали в том числе прекратить военные действия на Ближнем Востоке. Поэтому пункт суд в Гаге вынес лишь промежуточное решение. В самом Израиле неделя завершается рекордом. Более суток – полное отсутствие обстрелов из сектора газа. Эксперты говорят, наземная операция приносит свои плоды. А израильтяне участвуют в информационных баталиях и пытаются вернуться к рутинной жизни. Как это выглядит на фоне войны в репортаже Бориса Штерна. У тебя сейчас уже почти 18 тысяч. Канал Алексея Железнова «Война Израиль». «Война Алексея Железнова Авни» понятно и объяснимо. Он израильский блогер, оказавшийся на информационной передовой. Его цель и задача – разъяснение позиции Израиля в войне против Хамас. Часть своих страниц в социальных сетях ему пришлось просто закрыть. На всех площадках не дают говорить правду. Банят посты, банят блоги, не дают просмотры. Последняя площадка, где можно говорить правду свободно и не боясь цензуры – это Телеграм. После 7 октября социальные площадки в лучшем случае замкнули израильских блогеров на местную аудиторию. В худшем – просто забанили. Это глобальная тенденция. «Фейсбук просто банит все наши правдивые посты. Стоит сказать какое-нибудь слово, какой-нибудь призыв, какую-нибудь фотографию, которую ему не нравится, человек получает 30 дней бан, и все. И он должен 30 дней ждать, пока вернется». Так выглядит стандартная картинка Израиля во время войны. За последние недели количество обстрелов центра сократилось до минимума. Возвращение к рутине на страницы мировых СМИ не попадает. От клуба «Гагарин» в Тель-Авиве до сектора газа примерно 87 километров. Проект «Круг поддержки» на малой сцене. И есть рутина, не смотря ни на что. «Тринадцать групп, и все в маленьком зале, а большой зал «Гагарина» – это типа мечта?» «Всему свое время. Все эволюция». Максим живет в Израиле уже два года. В клубе «Гагарин» он открыл проект для молодых музыкантов. Война затронула всех. Выйти из состояния стресса можно только вместе. «Круг поддержки» – это возможность чувствовать себя полезным, не добавлять в себе страданий на тему того, что мало того, что все опасно, так ты еще и бесполезен. Поэтому это такая реализация. Правила круга просты. Свободная сцена – свободный вход. Место, где можно показать «мы живы», несмотря ни на что. Израильский подход всегда лаконичен. Война – не повод отменить жизнь. Мы находимся в ситуации, когда все складывается довольно сложно в плане информационной войны для Израиля. И на самом деле у нас есть своя правда, она большая. И мир зачастую не хочет слышать. И люди здесь находятся… А люди здесь такие же хорошие, как и на всей земле, везде. Они такие же прекрасные люди, но они находятся… Чувствуют себя не только одинокими, но и отверженными миром. Поэтому поддерживать друг друга не все умеют. Но если у тебя есть для этого сердце, и ты понимаешь, что ты хотел бы, как по закону Моисея, чтобы так поступали с тобой, ты поступаешь так с другим, и чувствуешь, что это лучшее, что ты, наверное, мог сделать. За день до бесплатного концерта поддержки армия понесла крупнейшие единовременные потери с начала войны. 24 израильских солдата погибли в секторе Газа за сутки. Трое в боях в Хан-Юнесе, 21 в центре Анклава, недалеко от приграничного поселка Кисуфим. Хочу проинформировать вас об очень тяжелом событии, произошедшем 22 января. В ходе боев в секторе Газа погиб 21 резервист. Наши силы действовали в районе отделяющем израильское поселение от сектора Газа, недалеко от Кисуфим. Насколько нам известно, на данный момент около 16.00 террористы, по всей видимости, выпустили ракету из РПГ по танку, охранявшему отряд. Одновременно произошел взрыв в двух двухэтажных зданиях, которые рухнули. Большая часть сил находилась внутри и рядом с ними. Спасателям понадобилось несколько часов, чтобы извлечь из-под обломков зданий тела погибших и пострадавших. По словам военных источников-очевидцев, место взрыва и обрушения напоминало последствия землетрясения. Министр обороны Израиля Яв Галланд пообещал, что эти смерти и еще больше подтолкнут Израиль к достижению его боевых целей. Всеобщий настрой «Допобедного» поддержала глава кабинета войны Бенимин Нетаньяху. Мы должны извлечь необходимые уроки и сделать все, чтобы сохранить жизни наших бойцов. Во имя наших героев, ради наших жизней мы не прекратим борьбу до полной победы. Вместе будем бороться, вместе победим. Трагедия произошла на фоне продвижения израильской армии вглубь сектора при огневой поддержке с воздуха, земли и с моря. Во вторник израильское командование заявило, что ЦАЛИ завершил окружение города Хан-Юнес, чему предшествовали несколько дней ожесточенных боев. Ликвидированы более полусотни террористов. Информационный фронт в нынешней войне оказался одним из главных. До сих пор на государственном уровне ему не придавали значения. В нынешней войне правила изменились. При этом вопрос, а Израиль выигрывает или проигрывает информационную битву, по-прежнему на повестке дня. Знаете, во всех странах есть сказки, мифология, где добро побеждает зло. Есть только одна мифология, где такого не происходит, скандинавская, эды. Так вот, там люди сражаются, потому что нельзя не сражаться со злом. Несмотря на то, что сказка говорит о том, что в конце зло победит, все равно в конце, после победы зла опять будет возрождение. И эти викинги сражаются до последнего. Знаете, мы как те викинги. Мы не должны думать, победим мы, не победим. Мы должны сражаться, не щадя себя. Мы своего рода берсерки нашего времени. Только на информационном поле. Остаться живым и нормальным, услышать слова поддержки и не скатиться в депрессию. Иногда бывает очень страшно, иногда бывает панически нелепо. Ты не понимаешь, что ты здесь до сих пор делаешь, когда у тебя еще выход открыт. Но если мы все выйдем, кто тут останется, и это нечестно. Выходить не собирается никто. И музыканты, и зрители в зале вполне понимают, о чем идет речь. Можно накрыть голову руками, а можно петь. Это лучший ответ ракетам и тем, кто их запускает. Иначе проигрыш, на который никто не согласен. Национальный комитет республиканской партии сначала принял, а позже отозвал резолюцию о возможности объявления Дональда Трампа предполагаемым кандидатом от партии на 2024 год. До окончания праймерис по просьбе самого бывшего президента, пишет Associated Press. У себя в соцсети он написал, что идею о переходе в режим всеобщих выборов оценил, но хочет сделать все по старинке ради партийного единства. Во вторник на праймерис в Нью-Гемшире он обошел свою теперь единственную соперницу Ники Хейли, набрав 54,5%. Занявший на кокусах воеве второе место губернатор Флориды Рон де Сантис, снял свою кандидатуру в пользу Трампа. Ранее то же самое сделал Вивек Ромасвами. Ники Хейли, главный республиканский кандидат, назвал самозванкой и пообещал разгромить на праймерис в Южной Каролине. Она же не намерена сдаваться. Рон пришел вторым и ушел. Она заняла третье место и все еще болтается поблизости. Я хочу поздравить Дональда Трампа с победой. Он это заслужил, и я это признаю. Вы все слышали разговоры о том, что гонка окончена. Что ж, у меня есть новости. Нью-Гэмпшир первый, но не последний в стране. Впереди еще десятки штатов. И следующий мой любимый штат Южная Каролина. Я боец и боец задиристый. Сегодня мы получили почти половину голосов. Нам еще многое предстоит сделать, но мы продолжаем движение вперед. У демократов в Нью-Гэмпшире победил действующий президент, набрав 51,5% голосов, хотя его имени даже не было в списке кандидатов из-за конфликта между местными властями и партией. Так что сторонники вписывали Джо Байдена в бюллетени вручную. Неожиданные повороты президентской гонки в США обсудим с профессором политологии международных отношений университета штата ТНСИ Андреем Коробковым. Он присоединяется к нашему эфиру. Андрей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Эта инициатива о досрочном выдвижении Трампа кандидатом в президент от республиканцев выглядит вполне логично. Но учитывая вот такой уверенный старт, вряд ли возможны какие-то сюрпризы. Или как раз Южная Каролина может что-то изменить? Ну, по крайней мере, на данный момент в Южной Каролине ведет Трамп. Это само по себе крайне унизительно для Ники Хейли. Электорат республиканский там очень консервативен. У демократов, наоборот, абсолютное большинство членов демократической партии в Южной Каролине – это афроамериканцы. Поэтому, в принципе, ничего измениться не может ни для Трампа, ни для Хейли, ни для Байдена в тот момент, когда там пройдут праймерис. Но надо учитывать, что Трамп рассматривается как системная угроза не только демократами, но и республиканским истеблишментом. И Ники Хейли, с одной стороны, является единственной оппозицией Трампа у республиканцев и является представителем такой традиционной школы республиканской. Трамп, которая очень тесно связана с военно-промышленным комплексом, обещает возвращение к традиционной республиканской политике. Поэтому, даже хотя у нее нет шансов, естественно, ей дают огромные суммы денег как демократы, так и республиканский истеблишмент. И пытаются как-то оттянуть тот момент, когда Трамп станет уже официально единственным и легитимным кандидатом партии на выборах. В какой-то степени это полезно также для Трампа, поскольку ясно, что когда будет потеряна последняя надежда в ходе праймерис, против него начнут использовать другие, менее мягкие методы. Это, возможно, будут и дополнительные судебные иски, и какие-то скандальные истории, которые там произошли 30, 40, 50 лет назад. На это могут пойти сами республиканцы, его однопартийцы, те, кто не поддерживает его? На это именно и идут те республиканцы, которые считают Трампа неприемлемым. Это порядка 20% республиканского электората, но это большая часть элиты. Поэтому пока идет хотя бы формальная игра политическая, но у Трампа не возникает тех проблем, которые могут возникнуть. Ясно, что против него будет применяться политика по принципу «все средства хороши», поэтому можно ожидать больших неожиданностей после того, как праймеры закончатся. Но реально, если Хелли проигрывает свой собственный штат, это колоссальное унижение. Против нее уже выступил сенатор от Южной Каролины Тим Скотт, бывший сам кандидат в президенты, который поддержал Трампа. Это тоже крайне неприятно для нее, как для политика. Но если она еще и проиграет праймеры в этом штате, то это, конечно, будет уже сокрушительное поражение. Однако идет давление на нее. Дело не только в ее амбициях. Идет давление на нее со стороны республиканской элиты с тем, чтобы, по крайней мере, пока она продолжала оставаться формально претендентом на роль кандидата партии. Еще один последний вопрос про демократов. Есть ли смысл следить как-то особенно внимательно за их праймерис? Кажется, ну вот там уж интриги никакой. Основной кандидат определен давным-давно. Интрига состоит в том, в каком состоянии будет господин Байден к моменту выборов. Все видят, включая демоаппаратчиков, что он деградирует стремительно. Это касается его физического состояния, когнитивных способностей. Поэтому это та ситуация, когда никогда нельзя сказать никогда. И какие-то закулисные маневры все равно идут с тем, чтобы иметь хотя бы запасных кандидатов. Все смотрят на его рейтинги и все помнят, что произошло в 1968 году, когда очень сильный, влиятельный, энергичный демократический президент Джонсон был вынужден в марте отказаться от участия в праймерис. И это создало полный хаос демократов, который закончился и серией покушений, и выдвижением кандидата бывшего, сидящего в тот момент вице-президента Хюберта Хамфри, который проиграл выборы Никсона. Андрей Владимирович, спасибо. Андрей Коробков, профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси, был в эфире RTVI. Коалиция из 25 губернаторов-республиканцев опубликовала совместное заявление в поддержку губернатора Техаса Грега Эббота. Возведение колючей проволоки на границе и депортацию мигрантов они назвали правом штата на самооборону. Между тем, именно защита южной границы стала условием республиканцев в Сенате для согласования 106 миллиардов долларов на нужды союзников США. В декабре сделать этого не удалось, а на нынешней неделе американские законодатели в очередной раз провели переговоры за закрытыми дверями. Тему продолжит Данил Русаков. Компромисс возможен, но когда его достигнут, до сих пор неизвестно. Сенатские переговорщики лишь абстрактно намекают, они близки к сделке. На кону 106 миллиардов долларов для военных нужд Украины, Тайваня, а также Израиля. За них еще в конце прошлого года отказались проголосовать республиканцы. Демократы показали свою готовность идти на компромисс и работать сообща, чтобы заключить сделку. Это нелегкая работа. На самом деле это одна из самых сложных задач, за которые взялся Сенат, при этом она же самая важная. Конечно, есть много крайне правых, которые отчаянно пытаются сорвать переговоры еще до того, как они закончатся. Многие из этих республиканцев мага берут пример непосредственно с Дональда Трампа. Это те же самые люди, которые в течение месяцев говорили, что происходящее на границе является чрезвычайной ситуацией. Однопартийцы Шумера бьют тревогу. По их словам, протрамповская фракция консерваторов мага не договороспособна. Своих оппонентов демократическое меньшинство обвиняет в изоляционизме, который может в итоге негативно сказаться на национальной безопасности как самих США, так и зарубежных партнеров. Мы подошли к тому моменту, когда кризис для Украины не является теоретическим. Он происходит здесь и сейчас. Есть сообщение, что в некоторые дни Украине приходится выпускать от четверти до половины того количества снарядов, которые используют российские военные. Это путь к катастрофе. И если не сделать ничего, то Киев скоро станет российским городом. Ключевое условие, которое поставили в консервативном лагере – укрепление южных рубежей. Однако в преддверии выборов республиканцы, по сути, предлагают оппонентам выстрелить себе же в ногу, а именно вести полномасштабные миграционные ограничения. Иначе говоря, не пускать в страну тех, на чьи голоса в перспективе очень рассчитывает действующая администрация в Белом доме. Мы прилагаем все усилия, чтобы найти решение по вопросу границы. Я думаю, что сейчас настало идеальное время для этого. Вы хорошо знакомы с особенностями местной политики. Если бы у нас не было разделенного правительства, то у нас не было бы возможности договориться о границе. Мы не смогли бы рассчитывать даже на 60 голосов, при наличии 100% республиканцев на министерских постах. Так что сложилась уникальная возможность, когда разделенное правительство дало нам возможность добиться результата. Ситуация на южных рубежах тем временем остается в подвешенном состоянии. По официальным данным, с начала 2023 года американские пограничники зафиксировали свыше 2,5 миллионов человек, которые пытались проникнуть в страну. Я никогда не видел ничего подобного в этом районе. Я говорю о более чем трех тысячах, четырех тысячах, пяти тысячах людей, пересекающих границу. Они просто идут, они не бегут, они хотят, чтобы их задержали. В течение недели приедет более 10 тысяч, может быть 15 тысяч человек. Это невероятные цифры. Техасский губернатор Грег Эбботт в обход федеральных норм распорядился натянуть вдоль линии границы колючую проволоку. И даже подписал местный закон, разрешающий депортации. В Вашингтоне такие действия признали антиконституционными, а срезать металлические заграждения в конечном итоге разрешил Верховный суд США. Большинство заседателей в котором, что любопытно, избраны по консервативной квоте. Есть некоторые вещи, с которыми согласны обе стороны. Администрация Байдена предложила увеличить финансирование пограничной безопасности, внедрив новые высокотехнологичные механизмы, то есть датчики и различные устройства подобного типа вдоль всей границы. Федеральные средства также предназначаются на обучение персонала и ужесточение стандартов предоставления убежища. Основные разногласия связаны с так называемой политикой пребывания в Мексике, которая гласит, что тот, кто ходатайствует о предоставлении убежища, должен оставаться в соседней стране. Это была политика администрации Трампа, от которой администрация Байдена избавилась. В своей очереди, чтобы прийти на КПП и обратиться за убежищем, многие мигранты по-прежнему дожидаются в Мексике. Теперь, когда колючие заграждения начинают демонтировать, часть из тех, кто хочет оказаться в США побыстрее, направляются вброд через пограничную реку Рио-Гранде. Кое-кому сделать это уже удалось. Я провел два с половиной месяца в Мексике, и ситуация там ужасающая. Я больше не мог ждать встреч на границе. Переправа через реку была единственным для меня вариантом. Многих из этих людей власти Техаса принудительно отправляют в американские мегаполисы, которыми правят демократы, из-за чего возник даже скандал. Вначале места для размещения мигрантов закончились, а потом и вовсе выяснилось, что за вновь прибывших городские бюджеты вовремя не платят. Временный выход из сложившейся ситуации власти Нью-Йорка нашли буквально три дня назад. Гостиничная ассоциация мегаполиса получит почти 77 миллионов долларов из городской казны. Деньги эти предназначаются для 15 отелей, расположенных в Манхэттене, Бронксе и Квинсе. В частности, вот этому недавно обанкротившемуся дочь Килсу. Находиться на территории этих учреждений иностранцы, пришедшие с южной границы, могут на срок не превышающий 28 дней. Да и сама программа эта будет действовать лишь до лета текущего года. Ужесточение внутренней миграционной политики как условия с одной стороны и внешнеполитические оборонные траты с другой. Такой дилеммы в американской истории еще не было. Как и не было похожей истории компромиссов у местных законодателей. Я подозреваю, что в конце концов демократы согласятся финансировать стену и согласятся на более строгие правила предоставления убежища. Возможно, республиканцы откажутся от политики, оставаясь в Мексике. И так, что-то подобное может быть контурами сделки, которая будет одобрена Сенатом. Каждая страна пытается по сути угрожать другой, и всех волнует разное. Республиканцам нужно увеличение сигнований на пограничные нужды, а демократы в качестве условия ставят помощь Украине. Республиканцы легко поддержали бы отдельный законопроект, если бы речь шла только об Израиле. Но остается еще и Тайвань. Основной претендент на территорию демократического и самоуправляемого острова в гипотетической войне – это КНР. А республиканцы во главе с Трампом провозгласили именно Пекин своим главным оппонентом. Недавно на Тайване прошли выборы. Их победитель Лай Цинде. Новый президент от демократической прогрессивной партии, которая в отличие от Гаминдана сближаться с материком, совсем не спешит. Вашингтон право на самооборону острова поддерживает как минимум с 70-х годов. При этом придерживается принципа «единого Китая» и выступает категорически против изменения статус-кво. В решающий для Индо-Тихоокеанского региона момент, когда американская помощь на оборонные нужды до сих пор не согласована, в Тайбэй прибыла двухпартийная группа конгрессменов. Будущее Тайваня не должно диктоваться какой-либо внешней силой. Будущее Тайваня зависит от народа Тайваня. Это основополагающий принцип закона об отношениях с Тайванем. Вот почему так много членов Конгресса, демократов и республиканцев принципиально поддерживают Тайвань. И хоть о том, что необходимую поддержку в скором времени удастся согласовать напрямую никто не говорит, сам по себе этот визит явление символическое, важный ритуал в международной дипломатии. Я твердо верю в то, что, как вы знаете, говорил Рональд Рейган, мир через силу. Никто не хочет конфронтации. Но важно, чтобы Тайвань внес свой вклад в то, чтобы коммунистическая партия Китая знала, что ей не победить. Я думаю, вы видите некоторые из тех конкретных шагов, которые были предприняты предыдущим, а также заступившим недавно правительством Тайваня. Слова Марио Диас Баларта перекликаются с фразой, которую обронил Трамп во время предвыборного выступления на Fox News. 45-й президент США и по совместительству знаменитый фигурант уголовных дел считается главным изоляционистом, который еще во время своего правления критиковал большие расходы Вашингтона на нужды НАТО. Экс-лидер неоднократно требовал от участников блока платить равные процентные доли от ВВП в общий бюджет организации. И даже не исключал выхода из оборонного соглашения. Есть реальная беспокойность тем, что будет означать второй срок Трампа. Будете ли вы привержены НАТО, например, во второй срок Трампа? Зависит от того, правильно ли они с ними обращались. Потому что у них сейчас есть деньги на то, что они делают, помогая Украине, благодаря деньгам, которые я им дал. Так что, знаете, мир через силу. Судьба и сроки компромисса по вопросу выделения 106 миллиардов долларов до сих пор остаются туманными. А на последних праймерис, которые прошли в Нью-Гэмшире, 45-й глава Белого дома, претендующий стать 47-м, опередил своего главного республиканского конкурента Ники Хейли. Ее принято относить к консервативным центристам. И на помощь Киеву и Иерусалиму, а также Тайбэю, она смотрит совсем иначе. Данил Русаков, Михаил Харченко и Егор Кочуров. РТВАй, Нью-Йорк. В России очереди за Надеждином. Кандидат в президенты от партии «Гражданская инициатива» к этой пятнице собрал порядка 200 тысяч подписей за свое выдвижение при необходимых 100 тысячах. В некоторых городах желающих было так много, что приходилось ждать на улице. Поддержали Бориса Надеждина и покинувшие страну граждане. Их подписи решено в ЦИК не подавать. За кандидата высказались также Екатерина Дунцова, которые в регистрации отказали, музыкант Юрий Шевчук и другие известные россияне. В избирательную комиссию Надеждин пойдет утром 31 января. Шансы кандидата обсудим с руководителем политической экспертной группы Константином Калачевым. Он у нас в студии. Константин Эдуардович, здравствуйте, рада вас видеть. Я тоже. Как так получилось, что Надеждин, кандидат, который, когда объявил о том, что намерен баллотироваться, вообще не вызвал практически ни у кого никаких эмоций, вдруг в последние несколько, даже не месяцев, а недель, стал настолько популярен? Ну, декабристы сбудили Герцена, а Дунцова сбудила Надеждина. Знаете, есть такая русская поговорка, без рыбы и рак рыба. Надо быть в нужное время, в нужном месте. То есть Надеждин попал в поток. На нем сошлись интересы очень многих людей, которые хотят продемонстрировать свою политическую активность, которые хотят сидеть на попе ровно и которые готовы поддержать кого угодно по принципу «он за мир». То есть, собственно говоря, Надеждин стал триггером, мне кажется, самого большого за последние годы протестного движения, потому что я считаю, что эти очереди – это форма протеста. Ну, такая практически единственная форма протеста, которая осталась в России. Да, совершенно верно. И здесь он уже сам себе не принадлежит. То есть, это тот случай, когда, неважно, это его проект или чей-то проект, но проект настолько попал в струю, настолько попал в десятку, что его подхватило потоком, и теперь уже не понятно, что с ним делать. Я могу привести простой пример. Вот когда была компания по органам Московской области, Надеждин и Окресли допустили. Я интересовался у Суревой, поэтому смотрел его телеграм-канал, думаю, сколько там подписчиков сравнить со своим. У меня тогда было около 10 тысяч, у него было, по-моему, около двух, если не меньше. Сейчас у него 187 тысяч подписчиков. 187 тысяч подписчиков в телеграме. Это о чем-то говорит. То есть, очереди непостановочные, очереди реальный энтузиазм. Реальный и, собственно говоря, из вчерашнего мальчика для битя телевизионных шоу на федеральных телеканалах, он превращается в интересный политический феномен. То есть, как бы человек дождался своего часа. Получил 15 муслов. Другой вопрос, что с этим делать дальше, что он сам собирается с этим делать дальше. Потому что, мне кажется, сейчас он может уже и, может быть, головокружение от успехов. Может уже не вполне адекватно оценивать ситуацию. От него ждали системных действий, системных решений, системного поведения. Тогда у него был бы шанс на регистрацию. Сейчас его регистрировать, а зачем? Ну, он собрал подписи в два раза больше, чем нужно. Вот он понесет эти 105 тысяч отобранных, наверное, самых-самых идеальных, какие-то возможные. Которые будут не о сетях, как говорится всегда. Как практикующий предтехнолог могу сказать, что по подписи можно зарубить любого. Абсолютно любого можно зарубить по подписям. Всегда найдется к чему придраться. Но зарубить настолько завирусившегося уже в интернете, по крайней мере, кандидата. Неужели цик на это пойдет? Я думаю, что дело не только в цик. Это же, собственно, вопрос политической целесообразности. Что уж там. Мы можем сколько угодно говорить халва и говорить, что мы живем в правом государстве. На самом деле политическая целесообразность рулит. Как он встраивается в эту компанию? То есть, собственно говоря, какое место он займет? Для чего он нужен? Если он был нужен для того, чтобы показать, что противники СВО это маргиналы, не имеющие народной поддержки, это одна история. Тогда ему нужно было получить какие-то доли процента и бесславно сойти со сцены. Но сейчас уже ясно, я могу предположить, думаю, интуиция меня не подведет, что его рейтинг реально колеблется сейчас от 3 до 5%. Достаточно посмотреть, сколько запросов на него в поисковиках, чтобы понять, что сейчас для очень многих людей, а у нас критически настроенных примерно процентов 20, он становится последней надеждой. То есть, из благонадежденно и безнадежденно он становится последней надеждой прогрессивной России. Если его все-таки не допустят, не зарегистрируют, как кандидата в президенты, уже, конечно, обсуждаются разные версии того, что с ним может произойти дальше, вплоть до того, что он может покинуть Россию. Как вы считаете, какой сценарий наиболее вероятен? Есть два варианта его поведения. Собственно говоря, просто собирается государство Россия или не собирается? Собирается он вообще как-то в систему возвращаться, из которой он когда-то выпал, или не собирается? Если он не признает решение, а на самом деле там могут быть поводы, поводы по поводу, скажем, не так заверенной подписи людей, собиравших эти подписи, нашлись какие-то мертвые души. Вообще в базах всегда возникают определенные проблемы. с сокращением, не знаю, места жительства, имени, ошибкой в дате или еще что-то. То есть, собственно говоря, я говорю, что при желании требования настолько жесткие, что можно попытаться срубить любого, и найдутся для этого формальные основания. Как человек, собиравший сам подписи, в 95-м году я собрал 200 тысяч подписей, как лидер партии «Любитель и пиво». Тогда нужно было 100 тысяч подписей для регистрации, мы собрали 200 тысяч, 100 тысяч сдали. Я прекрасно понимаю, как трудно собрать чистые подписи. Но потом, как политехнолог, собиравший подписи тоже, прекрасно все это знаю. Так вот, вопрос в том, он согласится или не согласится с этим решением. Будет поведение его системным или не системным. То есть, если он не согласится, это попытка делегитимизировать нашу выборную систему. Если согласится, значит человек системный со всеми текающими отсюда последствиями. И еще одна немаловажная вещь, насколько вообще он сейчас управляет процессом. Его начальник штаба Дмитрий Кисиев, создатель проекта «Штаб кандидатов», был все время исключен из «Яблока». Исключен на год позже, чем Максим Кац, но, я думаю, связи у них остались. Я вообще думаю, что это вот продолжение политического убера Максима Кац. И здесь надо, то есть, условно говоря, честная надежда, нужно еще отдать должное организаторской способностям, талантам господина Кац и тех людей, которые работают в штабе «Надежда», в частности, Дмитрия Кисиева. Но вопрос, а дальше что? Вот есть там, скажем, точка зрения Кац. Если приоткрывать дверь чуть-чуть, надо в эту дверь засунуть лобик. Вот, лобиком пытаться ее вскрыть. А есть надежда, которая никогда не выглядела как реализационер, собственно говоря. Мы с ним лично знакомы, я помню, вы еще по стародавним временам, конец 90-х, начало 2000-х, революционер он никак не казался. Может быть, конечно, сейчас, на старости лет, он вдруг становится революционером и готов уйти в несистемные политики. Но, вы знаете, это чревато. Ну, у меня последний, возможно, наивный с точки зрения политолога вопрос. Вот вы говорите, что у него, например, есть 5%, которые он может набрать. Но они же все равно картину глобально не изменят. Но зато люди, которым там нужно как-то высказаться, вот будет у них там свой протестный кандидат. Ну и что? Ну, вопрос, на самом деле, нужно ли громотвор, потому что вообще проще говорить о том, что люди, которые у нас критически настроены в классе, в выборах не участвуют, и вообще всячески поощряют их на то, чтобы они оставались дома. Что касается 5%, вопрос не только в процентах, вопрос в том, какое место он займет. Представляете, какой скандал был бы, если он обошел бы кандидат от КПРФ или кандидат от ЛДПР. Кому это нужно? Вопрос. То есть, собственно говоря, зачем? Есть консервативный сценарий. Я вообще был абсолютно уверен с самого начала, что выборы будут идти по консервативному, комфортному для главного кандидата сценарию. Зачем ломать сценарий? Для того, чтобы показать, что у нас достаточно большое количество людей, которым нравятся пацифистские лозунги. Но это, может быть, имело бы смысл, если бы власти был такой запрос. Вообще, надо все-таки исходить из того, какой запрос у власти на эти выборы. Запрос на демонстрацию народного единства в поддержке курса Путина. Надежда тут немножко начинает мешать. Хотя, если его зарегистрировать, тоже не удивлюсь, как не удивлюсь тому, что он потом на финише, скажем, сделает политическое характере. Да, потому что можно, например, быть зарегистрированным, потом сделать заявление, которое толкнет всех сторонников и получить те самые полпроцента, которые тебе изначально и предлагали. Константин Эдуардович, спасибо. Константин Калачев, руководитель политической экспертной группы, был в студии RTVI. Ну, а мы сейчас долго прервемся, после чего продолжим эфир. Никуда не уходите. Армения намерена обновить Конституцию. О необходимости изменений заявил премьер-министр Никол Пашинян. Он отметил, что документ примет народ в ходе бесспорного голосования. Что именно хочет поменять Пашинян и как это отразится на внешней политике, расскажет мой коллега Артур Хачатрян. Новая Конституция как логическое завершение политики администрации премьер-министра Никола Пашиняна. Глава Армении анонсировал проведение референдума по принятию нового главного закона страны. Причины такого радикального решения – геополитические реалии, в которых оказалась Армения. Армения должна иметь Конституцию, которая будет принята народом в результате бесспорного голосования. Мы должны иметь Конституцию, которая сделает республику Армения более конкурентоспособной и более жизнеспособной в новых геополитических и региональных условиях. Никол Пашинян обрисовывает ситуацию в присущей себе завуалированной форме. Между тем, говоря простым языком, власти Армении в первую очередь собираются отказаться от преамбулы нынешней Конституции. В ней говорится, что армянский народ принимает Конституцию, основываясь на фундаментальных принципах Декларации о независимости. Декларация о независимости Армении, в свою очередь, ссылается на совместное решение о воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха, которое было принято в 1989 году. Такой шаг должен помочь Армении обеспечить свою безопасность, полагает Никол Пашинян. Деятельность юридического сообщества с точки зрения обеспечения внешней безопасности Армении в предстоящем времени очевидным образом будет расти. Наша задача, чтобы Республика Армения состоялась на своей международно признанной территории в качестве суверенного, правового, демократического и социального государства. Между тем, полностью убрать какое-либо упоминание о Нагорном Карабахе из главных документов страны требования Азербайджана. Президент Ильхам Алиев еще два года назад заявил, что Армения, цитата, «должна разработать и принять новую Конституцию». Власти Армении не отрицают, что положение о Декларации о независимости Конституции Армении обсуждалось в рамках переговорного процесса. Они подняли этот вопрос. Они полагают, что декларация – это проблема. Были представлены правовые вопросы, которые считаются проблематичными. И мы также со своей стороны посчитали проблематичными формулировки в документах Азербайджана. Однако, в отличие от официального Еревана, Баку, меняя свою Конституцию, не собирается. Примечательно, что комиссия по изменению главного закона страны была создана в Армении еще в 2018 году, сразу после бархатной революции. Однако тогда предстоящие преобразования имели исключительно внутриполитический контекст. Никол Пашинян до прихода к власти критиковал Сержа Саркисяна за чрезмерно широкие полномочия, которые предоставлены премьер-министру. Однако, после смены власти, процесс, итогом которого должно было стать снижение полномочий премьера, так и не был доведен до логического завершения, и вся полнота власти осталась в руках Пашиняна. Добиться сейчас принятия новой Конституции премьеру и его команде будет тяжело, уверен политолог Сурен Суренянц. Сейчас контекст принятия новой Конституции совсем другой. Эти изменения не связаны с внутренней политикой, несмотря на то, что ситуацию пытаются представить именно так. Делается попытка оторвать Конституцию и декларацию о независимости друг от друга. Это требование Азербайджана. Но Никол Пашинян не сможет получить достаточное количество голосов. Чтобы принять новую Конституцию, властям Армении нужно получить поддержку большинства. Но главный момент за новую Конституцию должна высказаться как минимум 1 четвертая часть населения, которая пользуется избирательным правом. Это приблизительно 648 тысяч человек. Для сравнения, партия «Гражданский договор» Николы Пашиняна три года назад на внеочередных парламентских выборах набрала 680 тысяч. С тех пор рейтинг власти снижался. Но самое главное, цель плебисыта сейчас совсем другая. Новая Конституция будет означать полное и безоговорочное признание Армении Нагорного Карабаха частью Азербайджана. Артур Хачатлян, Арман Караджан. Армения. Специально для RTVI. Алабама первой в истории США казнила человека с помощью удушения азотом. Приговоренный Кеннет Смит однажды уже проходил через казнь путем смертельной инъекции, но выжил. Новый способ исполнения приговора вызвал бурную дискуссию о гуманности, самого метода и применении высшей меры в принципе. За последними днями Смита следил весь мир. Губернатор говорила, что каждая жизнь священна. Я надеюсь, она нас слушает. И ей хватит смелости по-настоящему в это поверить. У Капитолия Алабамы собрались противники смертной казни. Активисты приходят сюда не впервые и не просто так обращаются к губернатору Кей Айве. Представительница республиканской партии в 2019 году она подписала акт о защите человеческой жизни и ввела самые строгие в США ограничения на аборты, без исключений для жертв изнасилования и инцеста. Теперь ее призывают подумать о ценности жизни уже рожденного человека и проявить милосердие к осужденному на смерть. Через несколько часов в Алабаме казнят убийцу. Впервые в истории страны с помощью удушения азотом. Согласно заключению комиссии ООН по правам человека, этот способ казни равен пытке. И мы просим губернатора Айве изменить решение и в последний момент поступить правильно. Человек, за последними днями которого следит вся Америка и мировая пресса, Кеннет Юджин Смит. Так он выглядит на страницах газет. А таким его задержали 35 лет назад. 22-летний мужчина стал соучастником жестокого заказного убийства Элизабет Сеннет, матери двоих детей и жены проповедника. Который хотел рассчитаться с долгами с помощью ее страховки. Пастор, оказавшись под подозрением, покончил с собой. Сообщника Смита казнили в 2010 году с помощью смертельной инъекции. Та же участь ждала и его самого в 2022. Но все пошло не по плану. Исполнители приговора так и не смогли найти вену, чтобы ввести препараты. Случай, кстати, не уникальный. Попытки длились 90 минут, пока не истек срок действия ордера. Приговоренный вспоминал их как мучительно болезненные. После этого способ казни решили изменить. Меня поставили в известность, что я буду первым, кого казнят с помощью газа. Это ужасно. Казнь через удушение азотом вызвала бурные дискуссии о высшей мере наказания как таковой. Позиция ООН предельно ясна. Мы против смертной казни. Она несовместима с фундаментальным правом на жизнь. Доказательств того, что это каким-то образом сдерживает преступность, нет. С другой стороны, есть много свидетельств того, что смертная казнь применялась в случаях судебных ошибок против невиновных. Огромное количество случаев, когда невиновные люди попадали под незаконное уголовное преследование. Причем иногда сложно будет даже определить, было ли это так изначально сфальсифицировано, либо же это просто ошибка. Я общалась со многими экспертами, которые говорят, что даже они, будучи криминалистами, будучи психиатрами, могли составить неверный портрет маньяка какого-то и поймать совершенно не того человека. Сомнений в виновности СМИ-то нет. К способу исполнения приговора большие вопросы. Азот – это то, из чего практически на 80% состоит воздух, которым мы дышим. Вместе с кислородом он безвреден. В чистом виде – смерть. Сторонники удушения азотом называют его аналогичным эвтаназией. Противники напоминают, что газ все реже используют даже для умерщвления животных, как негуманный способ, при этом применяя седативные и анестетики. Смерть подбиралась к СМИ-то давно. Еще на суде присяжные рекомендовали для него пожизненное заключение. Но судья их решение отменил и приговорил убийцу к смертной казни. Позже Алабама последний в США от подобной судебной практики отказалась. Но закон обратной силы не имеет. Добиться пересмотра решения пытались и адвокаты осужденного. Вчера, переживший одну казнь, Кеннет Юджин Смит окончательно проиграл. Врачи констатировали смерть Смита в 20-25 по местному времени. Его последней трапезой стали Тибон стейк, хашбраун, тосты и яйца. Наблюдать за исполнением приговора допустили нескольких журналистов, жену и сына осужденного, а также родственников убитой им Элизабет Сеннет. Это своего рода горько-сладкий день. Мы не собираемся прыгать, улюлюкать, кричать «Ура!» и всё такое. Это не про нас. Но мы рады, что этот день закончился. Кеннет Смит принял несколько неверных решений 35 лет назад, и его долг был выплачен сегодня вечером. Самый острый вопрос последних дней – так была ли процедура безболезненной? По словам очевидцев, весь процесс занял примерно 22 минуты. И после того, как Смита привязали к кушетке, надели на него маску и пустили газ, он оставался в сознании дольше, чем обещал генеральный прокурор штата. Я стоял там и плакал. Думаю, никто из свидетелей не видел, чтобы человек потерял сознание в течение двух или трёх секунд. Мы не видели, чтобы он потерял сознание в течение 30 секунд. То, что мы видели, было минутами борьбы за жизнь. Я слышал, что Смит задерживал дыхание так долго, как только мог. Есть также информация, что он некоторое время боролся с ремнями. Но есть некоторые непроизвольные движения и предсмертное дыхание. Всё это было ожидаемо. Губернатор Алабама, у которой просили заступничество для Смита, выпустила заявление. В нём сказано, что Смит ответил за свои ужасные преступления после 30 лет попыток обмануть систему. Популярность смертной казни в США неуклонно снижается. В прошлом году её поддерживали 53% американцев. Это самый низкий уровень за последние полвека. Больше всего сторонников высшей меры среди республиканцев – 81%. У демократов – 32%. Джо Байден шёл на президентские выборы в 2020 году с обещанием отменить смертную казнь на федеральном уровне. На сегодняшний день от неё отказались 20 штатов. В 27 законы действуют, но примерно в половине из них никого не казнили уже лет 10. В прошлом году в пяти штатах казнили 24 человека. Вчера Кеннет Смит стал одним из четырёх человек, чьи приговоры были приведены в исполнение за последние два дня. Остальным сделали смертельные инъекции. И у двоих из этой тройки были проблемы с поиском пригодных вен. А учитывая регулярные перебои с поставками препаратов для инъекций, штаты ищут альтернативу. Помимо Алабамы, гипоксия азотом разрешена в Миссисипи и Оклахоме, но до сих пор не применялась. Сегодня метод применили на практике. Мы хотим посмотреть, как это работает, насколько быстро и насколько эффективно. Первопроходец в печальном эксперименте Кеннет Смит обратился к присутствующим с небольшой речью. Он сказал слова любви семье, а перед самой смертью, после того, как надзиратель зачитал приговор, произнёс. Сегодня вечером Алабама заставляет человечество сделать шаг назад. Татьяна Бур, Дарья Петрачкова, Сергей Антонов, Михаил Винокуров, RTVI. Повышение зарплаты и дополнительные льготы на этой неделе – главные требования протестующих сразу в нескольких странах Европы. На железных дорогах Германии историческая забастовка длиной почти в неделю. Автомобильные трассы и улицы городов во Франции и Литве заполонила сельскохозяйственная техника. О новой волне протестов в Европе, их причинах и готовности власти решать проблемы наш коллега Андрей Ежов. Французский фермер Николя Геллипен и так встаёт ни свет ни заря, но на этой неделе выходить из дома приходится ещё раньше. Утренние рутины теперь стали не только заботы, привычные сельским жителям, но и участие в протестах. Отмена госсубсидий и увеличение акцизов на топливо – то, с чем аграрии мириться не хотят. Сейчас мне бензин обходится в 15-20 тысяч евро. Если этот новый налог будет продлён до 2030 года, это будет означать увеличение расходов на 3-4 тысячи евро. Николя Геллипен возглавляет колонну из примерно полусотни тракторов. Их цель – Париж. Акции фермеров, блокады дорог и стихийные митинги охватили 85 французских департаментов и стали испытанием для нового правительства Габриэля Атталя. Протесты фермеров – это не чисто французское явление. Похожие акции прошли на днях в Литве, а в Берлине аграрии больше недели блокировали одну из главных городских улиц. Недовольны всё тем же. Власти планировали сократить бюджетные расходы на сельское хозяйство. В Берлине аграрии больше недели блокировали одну из главных городских улиц. Европейские страны вначале полностью не восстановились после пандемии. А сейчас они столкнулись с ещё издержками. Издержки вызваны в первую очередь конфликтом на Украине. Что мы имеем? Мы имеем инфляцию, мы имеем повышение цен на энергоносители. Ну и, конечно же, государство из бюджета оказывает помощь Украине. Это тоже издержки. Об издержках и неудобствах на этой неделе могут рассказать десятки миллионов жителей Германии. В стране, начиная со среды, нет регулярного железнодорожного сообщения. Машинисты объявили забастовку. Самую продолжительную в истории. Почти на неделю. Уехать куда-либо, отсюда, из Берлина или из любого другого немецкого города, в эти выходные сложнейшая логистическая задача. На линиях всё же остаётся часть поездов, но не больше 20% от регулярного количества рейсов. Неудивительно, что в эти дни рост продаж демонстрируют авиакомпании и автобусные перевозчики. Машинисты как пассажирских, так и грузовых поездов требуют сократить рабочие часы и повысить зарплату минимум на 555 евро каждому. Желание получать больше объясняют в том числе тем, что тратить стали больше. Постковидная инфляция ощущается до сих пор. Пассажиры хоть и раздражены, но в основном понимают, право на протест фундаментально. Если несогласие действительно велико, то я думаю, что лучше бороться и высказываться, чем просто молчать. В принципе, европейские профсоюзы, западные европейские профсоюзы известны тем, что они могут организовать крупные забастовки. И даже в современной истории, последние 30 лет, мы можем найти много таких примеров, когда профсоюзы влияли на внутреннюю политику или политику больших компаний. Представители работодателей и представители профсоюзов обсуждают условия труда, заработную плату. То есть они непосредственно влияют на экономическое положение большого количества людей. Не вышедшие на линии железнодорожники проводят митинги. В их числе вот это шествие в Штутгарте. Организатор забастовки – профсоюз немецких машинистов. Его лидер на этой неделе без преувеличения одна из главных политических фигур в Германии. Я говорю на этой ситуации, что мы не должны нас против. Я заявляю прямо сейчас, нам нечего стыдиться. Ни вашему председателю не стыдно, и ни одному члену профсоюза не должно быть стыдно. Здесь мы выступаем против несправедливости, и каждый честный человек должен бороться с ней, дорогие коллеги. Главный оппонент профсоюза – это менеджер концерна Deutsche Bahn Мартин Зайлер. Именно он отвечает в компании за тарифы оплаты труда. Претензий к нему у сотрудников железной дороги немало. А Зайлер, в отличие от подчиненных, в 22-м году получил почти полтора миллиона евро. Это в два раза больше, чем в году 21-м. В том числе потому ответ – это забастовка. Я на самом деле уже не думаю, что это оправдано, потому что теперь речь идет не столько о работниках Deutsche Bahn, сколько о споре двух упрямых людей. Безельские и Зайлер просто не хотят отступать от своего мнения и идти на компромиссы. И поэтому у тысячи пассажиров остаются стоять под дождем. Обидно, что такой хаос возникает из-за упрямства. Уехать поездом при желании все же можно. Небольшие пригородные региональные компании в забастовке не участвуют. Городской транспорт также работает без изменений. Но без основного перевозчика в 85-миллионной Германии все равно не обойтись. Шестидневная забастовка профсоюза немецких машинистов – самая продолжительная в истории концерна Deutsche Bahn. До последнего мы пытались ее предотвратить, однако профсоюз решил обострить ситуацию. В эти минуты пассажирское сообщение ограничено по всей стране. Затронуты также европейские грузовые перевозки через Альпы, Польшу или в Скандинавию, а также морские порты в Голландии и Бельгии. Каждый день забастовки, говорят экономисты, обходятся Германии минимум в 100 миллионов евро, как и остановившие работу фермеры в нескольких странах. Это тоже проблема для экономики. В компании Deutsche Bahn заявляют, что открыты к новым переговорам, однако до выполнения всех требований еще очень далеко. У них нет другого выхода, они должны как-то пойти навстречу. Железнодорожники уже готовы пойти на уступки, они готовы сократить рабочий день. Но, правда, не в этом году, как хочет профсоюз, и не на три часа, а на час. Они готовы поднять заработную плату, правда, опять-таки не так, как хочет профсоюз. Ну, посмотрим, возможно, будут еще какие-то уступки, но это зависит от того, будет ли профсоюз дальше бастовать. Если демонстрации фермеров в Германии в основном сошли на нет, во Франции пятница была объявлена главным протестным днем. Президент Макрон заявил, что следит за ситуацией. Премьер Аталь накануне провел встречу с профсоюзами аграриев. Поддержку требованием обещают и на уровне Брюсселя. Мы очень внимательно прислушиваемся к голосу фермеров, и я могу заявить, что мы будем учитывать его в нашей работе, особенно в отношении будущего общей сельскохозяйственной политики. Я рад, что многие министры высказали мнение о том, что нам нужен более сильный бюджет для общей сельскохозяйственной политики. Нам нужен действенный инструмент для поддержки фермеров в кризисной ситуации. В Германии же уже звучат призывы ужесточить правила проведения забастовок на транспорте. Остановки работы критически важной инфраструктуры, по мнению ряда депутатов Бундестага, должно предшествовать арбитражное решение. Пока же машинисты, судя по всему, близки к тому, чтобы получить хотя бы часть требуемого. Правда, от перебоев с поездами пассажирам пока все равно никуда не деться. Такие железные дороги, Deutsche Bahn, они очень давно сталкиваются с проблемами. А у них регулярно опаздывают поезда, и железнодорожное полотно уже устарело, его нужно обновлять. Соответственно, если компания идет на уступки, если они повышают зарплаты, если они снижают рабочие часы, то получается у них уменьшается число свободных денег, условно свободных, на то, чтобы модернизировать железную дорогу. Забастовка машинистов в Германии должна завершиться лишь в понедельник вечером, но жителям Берлина радоваться рано. Городская транспортная компания BVG, как пишет Berliner Zeitung, готова объявить о собственной забастовке. Работников столичного метро, автобусов, трамваев и даже паромов. Андрей Ижов, Дарья Петрачкова и Юрий Петров. RTVI из Германии. Часы судного дня стоят на месте. На этой неделе ученые решили оставить стрелки в 90 секундах от ядерной полуночи, куда их передвинули в прошлом году. Никита Рудаков о том, чего нобелевские лауреаты ждут от 2024-го. Что такое апокалипсис, не знает никто. Но некоторые уверены, что знают, когда он настанет. Каждый год так называемые часы судного дня, конечно, метафорически, приближают или отдаляют мир от ядерной катастрофы. Который час на циферблате апокалипсиса установлен на 2024 год. Из-за беспрецедентно растущего уровня риска сегодня мы вновь устанавливаем часы судного дня на 90 секунд до полуночи. История часов судного дня началась в 1947-м, через два года после бомбежки Хиросимы и Нагасаки. Этот символ – индикатор нарастающей угрозы ядерной войны и гонки вооружений США и СССР. Он появился как проект журнал Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков». С момента условного запуска часы меняли положение стрелок 24 раза. Первый – в 1949-м. После испытания первой советской ядерной бомбы. Последний раз в прошлом году. Из-за комплекса причин, в частности, боевых действий в Украине. Ядерных испытаний КНДР и климатических проблем. В 2023-м до ядерной катастрофы оставалось 90 условных секунд. В 2024-м положение стрелок не изменилось. На самом-то деле это очень условный показатель, условная единица измерения. Они никак не отреагировали, получается, ни на приостановку последнего большого договора в сфере сокращения ядерных вооружений ДСН-210-го года. Ни на отзыв российской ратификации под договором о всем верующей запрещении ядерных испытаний. Все это осталось как-то за скобками. И как что-то положительное, что-то вдохновляющее, было сказано, что за последние годы к клубу государства-обладателей ядерного оружия не добавилось ни одного нового. Но это слабое утешение. Изначально часы установили на без 7 минут полночь. Читай «Судная ночь». Почему? На этот вопрос художница Мартел Лангсдорф, придумавшая знак, ответила «It looked good to my eye». Мне так виделось. В сторону ядерной войны стрелка прыгала дальше всего на 5 минут. Дважды. В 1968-м, когда бушевала война во Вьетнаме, а Франция и Китай испытывали свое атомное оружие. И в 1980-м, из-за демонстративных ядерных испытаний Индии и Пакистана. Интересно, что в 1953-м году, когда США и СССР почти одновременно взорвали по термоядерной бомбе, стрелки сдвинулись на минуту ближе к полуночи. А вот годом ранее, когда Британия стала ядерной державой, на часах никаких изменений не было. Поддержание ядерного оружия в готовности – это серьезная экономическая задача. И все страны, в которых оно есть, я напомню, кроме Соединенных Штатов Америки и России, это Великобритания, Франция, Китай я назвал, Индия, Пакистан, Северная Корея. И они готовы его применить в этом ужас. Поверьте мне, в любой из перечисленных стран есть планы применения ядерного оружия, иначе зачем они его содержат, зачем на него тратят деньги. Самый большой откат от потенциального конца света случился в 1991-м году. Вместе с флагом Советского Союза над Кремлем во всем мире опустился и уровень опасности. На целых 7 минут. Для сравнения, договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 87-м году подарил миру 3 минуты, а падение Берлинской стены и начатый парад бархатных революций в Европе – 4. С 91-го по 2023-й время до конца света шло только на убыль. Единственное исключение – 2010-й год. При президенте Медведеве, первый и пока последний раз с 91-го, стрелки часов судного дня передвинулись на минуту от апокалипсиса. С 90-х годов, когда холодная война, прошлая, чуть-чуть отошла на задний план, чтобы остаться, что называется, релевантными, важными, эти самые ученые-атомщики решили в свой индекс, назовем это таким образом, погрузить очень много других факторов – экологию, биологию, теперь там уже и киберугрозы, искусственный интеллект. И, соответственно, когда на повестку вновь вернулись такие жесткие реальные ядерные угрозы, это очень сильно сузило им пространство для маневра. То есть им довольно сложно как-то значимо двигать эти самые стрелки, что мы наблюдаем последние уже довольно много лет. В общем, выглядит это довольно сомнительно. Сегодня всю информацию о часах можно получить на их сайте. Помимо разделов с историей проекта и вопросами-ответами, там есть и, что неожиданно, плейлист часов судного дня. Треков, как символично, 13. Любопытно, что 12-й – это песня Stinga «Russians» – русские. Клип, на которую начинается как раз с очень угрожающих часов. Хотя боятся или не боятся метафоры – личное дело каждого, но всем нам точно стоит помнить, как римляне о смерти. Часики-то тикают. Никита Рудаков, Дарья Петрачкова и Антон Цыпин. RTVI. Пожалуй, главной историей недели в России стала судьба Кота Твикса. Он ехал поездом к своим хозяевам, которые перебрались из Башкирии в Петербург. Согласно купленному билету, с переноской и сопровождающим. В какой-то момент мужчина упустил животное из вида и на остановке в Кирове проводница выбросила домашнего кота на 300-градусный мороз. Поезд уехал, хозяева объявили поиски за вознаграждение. Через несколько дней волонтеры обнаружили замерзшее тело со следами укусов, обмороженными ушами и израненными лапами. Вчера стало известно, что в отношении проводницы возбуждено уголовное дело. Это результат активности не только хозяев Твикса, которым в РЖД сначала отвечали, что не несут ответственности за ручную кладь. Петицию с требованием уволить жестокую сотрудницу подписали почти 400 тысяч человек. Примерно 170 тысяч выступили за уголовное дело против нее. К ситуации подключился глава следственного комитета Бастрыкин, а замглавы РЖД Колесников в Госдуме рассказывал, как компания будет менять правила перевозки животных. Когда-то при схожих печальных обстоятельствах свои инструкции переписывал Аэрофлот. Волна праведного народного гнева быстро превратилась в цунами, грозящий смыть все живое на своем пути. Предполагаемую виновницу гибели Твикса стали искать в социальных сетях. И в этот, что называется, замес попали совершенно случайные люди, которых за нее приняли. Им и их семьям писали оскорбления и угрозы, публиковали личные данные. А в тредах спорили, можно ли вообще требовать тюрьмы для кого-либо в России образца 2024 года, со всеми ее законами и приговорами последних двух лет. Да и сколько стоит жизнь кота. В зоне боевых действий таких Твиксов, Барсиков, Рексов – тысячи. По обе стороны – в России и Украине, в Израиле и секторе газа. Их спасают порой с риском для жизни из разрушенных домов, подбирают по дорогам, выхаживают, находят новый дом или оставляют у себя. Это были новые итоги о главных событиях недели. вместе с журналистами РТВИ вам рассказала Татьяна Бур. Чтобы не пропустить ничего важного, подписывайтесь на YouTube-канал РТВИ Новости, а также на телеграм-канал РТВИ. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова